Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Мы приветствуем вас на передаче «Якутс сегодня». Меня зовут Любовь Клюкина. И сегодня у меня в студии замечательные и невероятные женщины, с которыми мы встречаемся в преддверии съезда женщин Республики и съезда женщин Дальнего Востока. Сегодня перед нами председатель Республиканского отделения движения «Матери России» Праскова Петровна. Здравствуйте, Праскова Петровна. И Оливия Пана-Нашилова, представитель движения «Нок Российской Семья», член наставнического центра женского движения Республики, ну и так далее, можно очень долго перечислять все регалии Оливии Пановны. Здравствуйте. Сегодня мы в первую очередь поговорим, конечно, о том, как будет проводиться съезд женщины Республики, для чего он будет проводиться. Ну и я хотела бы затронуть тему о том, как женские инициативы могут быть реализованы на местах, и какие у нас есть интересные проекты у женщин в наших районах. Итак, первый вопрос по съезду женщин. Когда он будет проводиться, в каком формате? И вот самая обычная простая женщина с районом может принять в нем участие и в каком виде? — Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Спасибо большое за приглашение, за такую замечательную передачу. Да, перед нами состоит такое большое историческое событие. Это первое дальновосточное, впервые в городе Якутске будет дальновосточный форум женщин и 15-й съезд женщин Якутии. 15-й съезд женщин Якутии, мы знаем исторические такие моменты, он впервые был в 1925 году. Это самые такие женщины, отважные женщины, которые собрали всех тех, ну, в то время сулусов, приехали в город Якутск, в центр, и, конечно же, стали говорить о том, что нужно менять жизни в сфере образования, в сфере в то время комиссариата народного образования. Стали говорить о здоровье женщин. Об этом Праскова Петровна, я думаю, что расскажет. И, конечно, такие насущные проблемы, которые были для женщин того времени. Но и с того времени прошло очень много лет, и, конечно, мы сейчас современные женщины, с удовольствием более такие современные, такие инициативные женщины собираются в нашем союзе. И, конечно, обсуждаем те вопросы, которые у нас должны войти и реализоваться в нашем современном обществе. Наш съезд, 15-й съезд женщин, состоится 2 по 4 марта в городе Якутске. Он будет такой интересный формат. Если те годы у нас он был в формате офлайн, то есть улучшенно, все собирались женщины, встречались. Соезжались со всех районов республики. А сейчас, конечно, формат в связи с пандемией, конечно, очень-таки сложновато немножко в организационном моменте. Но, тем не менее, мы, женщины, заявили желание собраться. Мы, конечно, благодарим за это наше Министерство молодежи и социальной коммуникации Петра Витальевича Шамаева и, конечно же, председателя нашего оргкомитета Ольгу Валерьевну Балабкину. Ну, тем более, съезд переносился с прошлого года несколько раз, да, планировался к проведению, потому что очень хотели провести его очно. И, наконец-то, вот в этом году, тем более, то, что этот год у нас в республике посвящен Году Матери, съезд будет проведен, да, такой долгожданный на самом деле. Делегаты съезда были избраны еще в прошлом году с районов, правда? Да, вы правы, Любовь Николаевна. Действительно, съезд должен быть, ну, имейте по уставу, да, он должен провестись каждые пять лет, но в связи вот с этими, с нашей пандемией такой вот, конечно, мы его перенесли, вернее, оргкомитет перенес на более такой благоприятный период, на 2022. Он совпал со всеми разными событиями. Это, конечно, столетие Якутской СССР, год матери, объявленным главой республики С.Н. Сергеевичем Николаевым, ну и, конечно же, то, что у нас дальновосточный форум впервые, женщин, которые будут впервые в городе Якутске. У нас есть планируется приезд, да, гостей из России? Да, на уровне Российской Федерации и Дальнего Востока у нас будут гости почетные, но это пока в рабочем порядке, у нас будет это чуть позже об этом объявляться. И, конечно же, наш главный орган Союза женских организаций республики — это Союз женщин России. Оттуда у нас, конечно, тоже прибудут гости. Ну, хотелось бы узнать о площадках съезда, о чем будет разговор, и не только разговор, да, я знаю, что уже сейчас какие-то деятельные инициативы реализуются, в том числе в рамках съезда. Какие темы съезда в этом году обозначены? Вообще, женская половина, прекрасная половина человечества, она очень активная. И мне кажется, на таких вот хрупких женских плечах, мне кажется, держится все наше общество. Я, конечно, сама не феминистка, но, тем не менее, я всегда говорю, что в наших муниципальных образованиях, в лусах, в районах, в сельских поселениях живут женщины-героини. Они держат все на своих хрупких плечах. И вот 2-го, 3-го марта они, вот, я думаю, что они очень активно будут участвовать на всех наших стратегических сессиях. Стратегические сессии, они по всем направлениям, в основном национального проекта у нас, национальных проектов, которые у нас до 2024 года. Ну, например, вот наша сессия, стратегическая сессия образования. Здесь у нас будут участвовать модераторы Григорьева, Антонина Фанасьевна, все известные наши женщины законодательной власти, да. Дальше будет у нас наш министр Ирина Павловна Любимова и Петрова Мария Петровна. Это тоже активная такая женщина, президент общественного совета нашего министерства образования и науки. Поэтому тут очень много у нас, допустим, нашей сессии очень много записалось, которая, и уже вот смотрим мы по проектам резолюции, очень много предложений. Ну, а по другим сессиям очень хорошие у нас, все сессии очень интересные, их более у нас 12, в сфере бизнеса, я не буду так вот прямо зачитывать, да. А, кстати, очень интересно, кому очень интересно, можете на мероприятие Якутия РФ, можете прямо туда зайти по этой ссылке и посмотреть. Адрес с сайта, да, это адрес с сайта, можете сойти и посмотреть. Есть в направлении бизнеса демография, демографическая политика в целом есть, здравоохранение, образование, культура, экология, женское предпринимательство, народная дипломатия, оно будет уже 2 марта, вот уже, да, и аграрника, сельское хозяйство, аграрники, это обязательно законодательная власть, но и очень такие интересные моменты будут. Женщины Арктики. Да, женщины Арктики очень активно там будут участвовать у нас и Дальневосточного округа, очень много женщин записалось. Женщина в науке у нас будет, Евгения Саевна Михайлова, президент Северо-Восточного федерального университета, будут вести, ну, модератором данной сессии. И будет еще такой вот интересная тоже такая сессия «Молодежные инициативы энергии и позитивы». На эту сессию, кстати, меня пригласили выступить, рассказать о вообще всемирной экологической повестке в том числе. Просковь Петровна, расскажите, пожалуйста, с какими инициативами вы выходите на этот съезд женщины. Вы будете, конечно, там почетным гостем, будете принимать, я уверена, самое активное участие. О чем, какие злободневные вопросы вы хотели бы там поднять? Ну, добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мне сегодня очень приятно быть на этой передаче. Ну, действительно, это очень такое важное событие в жизни женщин Якутии, проведение 15-го съезда, где мы собираемся, женщины, и говорим о своих злободневных вопросах, проблемах, которые сейчас стоят перед нашим обществом. Это и развитие самого гражданского общества, и участие в этом обществе нас, женщин, да, как личности, как руководителей, как матерей, и вклад женщин в развитие общей республики очень большой, и женщин волнует много. Все жизненные вопросы, которые касаются человека, это все наши злободневные такие вопросы. Ну, конечно, мы, наше движение «Матери России», мы были созданы в 2014 году и представлены во всех 36 муниципальных образованиях, в 36 улусах республики. Активно ведем такую многогранную работу по повышению роли матери, да, возвышению ее роли матери. И именно показываем роль нашей мамочки вообще в развитии нашей республики, в развитии общества, экономики, воспитания детей. Это наша цель уставная, и мы ведем такую многогранную работу. И, конечно, для нас здоровье матери – это самая главная составляющая, потому что без такого составляющего, как здоровье матери, мне кажется, ну, не будет и вообще жизни, да, не будет никаких демографических, как говорится, показателей, да. Конечно. Поэтому, да, здоровье матери для нас очень важно. И, ну, мы в течение вот этих 8 лет, которые существуют, есть у нас такой самый главный такой наш общественный проект «Здоровая мама, здоровый ребенок». И мы по этому проекту, он имеет много направлений, и основное это направление – это, конечно, здоровье мамы и здоровье детей. Ну, в этом направлении у нас ведется определенная работа. Мы достигли некоторых таких, ну, результатов, которые можно без стыда, так сказать, рассказать, да. Ну, сегодня стоит вопрос, который мы вот поднимем и на съезде – это здоровье наших девочек. Не только физическое здоровье, но и духовно-нравственное вообще воспитание, здоровье девочек. Мы этот вопрос поднимали еще на предыдущем съезде, на 14-м съезде о разработке комплекса мер по социальному, образовательному, духовно-нравственному, психологическому и здоровью девочек, да, вот о разработке таких, принятии таких комплекса мер. И, конечно, этот вопрос очень долго как-то вот, ну, поднимали, но он как-то не был поддержан. Но в этом году, спасибо Министерству труда и социального развития министру Волковой Елене Александровне, она, как сама многодетная мама, в общем, с глубоким пониманием подошла к этому вопросу и помогла нам в этом вопросе, в его постановке. И сейчас этот вопрос целым разделом, раздел номер два плана года матери, целым разделом был заложен в реализацию вот этого плана года матери. Это очень нас радует, и думаем, что мы все, и общественные организации, не только матери России, но и другие общественные женские организации подключатся к этому вопросу, и орган государственной, и муниципальной власти, потому что девочки — это наше будущее. И от того, какими они вырастут через 10-15 лет и через 5 лет, будет зависеть состояние вот нашего общества, нашего государства вообще в целом по России. И, конечно, то, что вот наша инициатива, да, которую мы поднимали и в 2014 году, установив День девочек и в 2017 году, учредив День сына в Республике Саха-Якутия. Мы сейчас уходим на перерыв, продолжим, да, после перерыва разговор об этом, ведь девочки — это не только наше будущее, но это в первую очередь будущие матери, которые будут рожать, далее продолжение нашего рода. Вот, уходим на перерыв и предлагаем. Ну, мы продолжаем наш разговор в студии передачи «Якутск.Сегодня». Приглашаем звонить наших радиослушателей, телезрителей по номерам 32 00 66 и 32 11 66 и задавать вопросы нашим гостям. До перерыва мы говорили о том, какие проекты реализуются движения Матери России, да, на данном этапе, какие проекты будут представлены, предложены на рассмотрение на съезде Женщин Республики, поэтому предлагаю об этом продолжить разговор. Вы сказали о том, что все будущие пять лет будут посвящены здоровью девочек, да, в рамках вашего движения, и также сказали о движении по мальчикам, а что там с мальчиками происходит, то есть в чем будет заключаться этот проект? В 2017 году у нас был учрежден по тоже инициативе Якутского регионального отделения движения Матери России День сына в Республике Саха-Якутия, и уже шестой год в этом году будем отмечать этот день. Он очень полюбился нашему населению. Конечно, иметь сына в семье – это большая гордость любого родителя. И мы в этот день всегда начинаем с акции «Письмо сыну». Такая традиция установилась, и активно участвуют наши отцы в этой акции. Ну, что такое вот эта акция? Здесь пишут письмо сыну буквально на риске бумаги о том, чем никогда раньше они вот с глазу на глаз не могли сказать, не находили время, могут написать в письме. Может даже так оказаться, что это будет единственное письмо от твоего отца, да, и которое от тебя запомнится на всю жизнь. И это такое доброе послание может даже сыграть такую самую решающую роль в жизни этого человека, этого мальчика, да. Но сегодня… Нам говорят о том, что нам поступил звонок в эфир. Давайте мы на него ответим. Пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Алло, здравствуйте, добрый день. Да-да-да, слушаем вас. А вот наступающим следом вам звонят из горного луса Евдокия Дунаева. Евдокия, слушаем ваш вопрос. Ага, я буду втаток. Я бы хотела задать вопрос в том, что вот матерям, которые имеют детей инвалидов с рождения… Продолжайте. Матерям. Ага, и хотела бы уточнить вот на вопрос, жилищный вопрос о том, чтобы выделяли какую-нибудь вот программу, ну, чтобы они, ну, хотя бы получили квартиру по ипотеке под минимальный процент. Дело в том, что у нас, так как ребенок инвалид, работает только отец, допустим, да, и один родитель, соответственно, не работает. И вот поэтому вот у меня такой вопрос. То есть это даже, скорее, не вопрос, а некоторые предложения для рассмотрения на съезде. Правильно я понимаю? Ага, да, 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 именно вот в том, что вот в связи вот с годом матерей. Хорошо, спасибо большое за ваше предложение. Мы его зафиксировали, записали. Да, я думаю, что его можно будет и нужно будет рассмотреть на съезде. Может быть, хотели бы прокомментировать. Да. Оливия Панна, пожалуйста. Спасибо вам большое, Деке, за вопрос. Да, действительно, это насущный вопрос. Очень много вопросов поступает по этому направлению. Но на самом деле, если вам чисто такая консультация нужна, чисто вам лично, да, то вам необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Есть некоторые такие вот социальные меры, которые для семей, которые имеют детей, скажем, эксклюзивного. Да, но действительно, ваше предложение очень хорошее. У нас есть специальная стратегическая сессия «Демография», где у нас будет модератор, министр труда и социального развития Волкова Елена Александровна. Я думаю, мы внесем. Как раз я вхожу в комиссию, редакционную комиссию съезда, и мы учтем ваше предложение. Спасибо вам большое. К нам поступил еще один телефонный звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте. Здравствуйте, Ангелатский ЛУС, Валерий Иванович. Здравствуйте, Валерий Иванович. Мы уже не первый раз с вами разговариваем. Я постоянно раз. Постоянно с вами общаюсь, вот с Светланой особенно, с вами тоже. У меня вопрос вот такой вот. Представители движения женщин, видимо, человек деловой сидит женщина. Я хотел бы тоже предложение внести Хангалатского ЛУСа. Здесь у меня, я сам работал председателем Ассоциации Крестьянско-фермерских хозяйств, ну и вообще сильный совет Хангалатского ЛУСа, вот сколько. И вот у меня такие женщины есть, которые с 88-го года первые предприниматели, понимаете, первые эти воски пирожками торговали, людей кормили. Вот женщина-коператор есть, такая, как Кузьмин Тамара Григорьевна. И есть одна женщина, которая машины перегоняла. В 90-м году. Совсем они первые предприниматели, понимаете. Ничего себе. Есть женщина, которая в 90-м году картошку начала садить. И по всей день садит ей. И сейчас 75 лет, она садит картошку. Вот таких женщин хотели бы, чтобы мы. Вы же помнили там, на съезде поставили вопрос, а как ты их наградить, и как ты можешь материально подчерить. Это замечательные, заслуженные люди. Женщины. Хангалатского ЛУС. Если что, по этому телефону можете выйти. Я могу и телефоны назвать, и адреса их. Они сейчас живые, здоровые. Давайте я отвечу. Да, давайте, пожалуйста. Валерий Иванович. Валерий Иванович, спасибо за вопрос. Очень тоже такой нужный вопрос, жизненный вопрос. И я сегодня на съезде в своем выступлении буду вставить как раз этот вопрос в том плане, что у нас есть такой общественный музей, экспозиционный зал материнского славы Якутии, где представлены наши самые лучшие матери, руководители, обыкновенные матери, герои труда, люди, которые достигли своего успеха и в творчестве, в культуре, в поэзии, в балете, в театрах и так далее. Поэтому мы насыщаем материалами этот наш экспозиционный зал. Мы его коротко называем музеем. Я вот обращаюсь к делегатам Сиезда, чтобы всеми общими усилиями помогли обогатить этот наш музей новыми именами. И вот хотелось бы, чтобы вы как раз, Хангаласский УЛУС, приняли участие и дополнили наш музей материалами об этих женщинах, которыми вы сейчас указали в своем вопросе. Пожалуйста, мы будем только очень рады. А все контакты движения «Матери России» есть? Есть, на сайте у нас есть, электронная почта есть. И, пожалуйста, можете сами прийти, посетить этот наш такой маленький, но очень уютный музей. И наша вся информация, конечно, сейчас современными новыми методами, в электронном варианте, в нашем электронном киоске все это мы принимаем. Да, сама экспозиция, я подтверждаю, лично просто уникальна. Я когда нахожусь в этом музее, у меня мурашки по телу от того, насколько мощные были и есть женщины на самом деле у нас в республике. Да, энергетика просто мощная. Вы кивали, когда нам задавали вопрос, слышали, наверное, уже эти фамилии, да? Возможно, кто-то из этих женщин уже где-то у нас отражен и получит... Да, потому что мы в Хангаласском... Ну, в Хангаласский УЛУС часто ездили, как раз вот я сама на Автоледи, мы ездили частенько. И вот эти фамилии, мне очень было приятно услышать, что они и есть в действительности. Поэтому, конечно, спасибо вам большое за вопрос. И мы, конечно, председателю Хангаласского УЛУСа мы передадим. И вот предложение Проскови Петровны, это отличное предложение. Хорошо, спасибо большое. У нас есть еще один вопрос. У нас сегодня очень популярный эфир, да? Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Я бы хотела задать вопрос Оливье Пановне. Сначала я поздравляю с наступающим праздником, с днём 8 марта. Спасибо. Международным и женским днём. Спасибо. И у меня вопрос такой. У меня вопрос такой. Ждём ваш вопрос. В связи с годом матери, для молодых матерей какие льготы есть? В связи с годом матери, какие есть льготы для молодых матерей. Оливье Пановне, пожалуйста. Вам персональный вопрос. Я думаю, что мы еще добавим. Да, я думаю, Проскова Петровна добавит очень много. Да, спасибо вам большое. Во-первых, вас тоже с наступающим праздником. Очень приятно слышать. Видимо, знакомые вопросы молодые наши мамочки задают. Да, в сфере социальной политики у нас очень много сейчас смеха с тем, что, помните, у нас 1 января, то, что у нас родились ребятишки с 1 января. Дети столетия. Дети столетия уже. Это большая мера нашего субъекта, скажем так. Василий Сергеевич, в общем-то, очень много уделяет внимания, и правительство наше уделяет внимание на многодетность семьи. А так, вот я помню, еще у нас была очень хорошая такая мера для многодетных семей. Это кто имеет 5 и более детей. Помните, мы брали все вот эти данные со всех муниципалитетов. И, конечно же, это на приобретение жилья было. Значит, следующая у нас такая мера интересная есть и до сих пор существует, ну, скажем, те, которые вот имеют 1, 2, 3 ребенка. То есть по всем, вот начиная с 1 до 7 ребенка, у нас все меры, в общем-то, все прописаны разного уровня. Это и ипотечное кредитование, это и, скажем, такое единовременное выполнено и так далее. Но я хочу остановиться еще на одном. Вот здесь сидит сам автор этого, скажем, проекта, Прасковья Петровна. Это вот многодетным матерям-героиням. Я хочу дать должное, что благодаря движению «Матери России», ой, да, «Матери России», здесь у нас как филиал, и во главе Прасковья Петровны вот этот проект, он осуществился. Я очень этому всегда рада, и где бы я ни была, всегда рассказываю об этом, потому что матери-героиня, те, которые мамочки там, и молодые, кстати, сейчас молода, которые имеют более 10 детей, сейчас получают более 1 миллиона рублей. Это очень славный такой проект. Прасковья Петровна, благодаря еще раз при всем населению, слушающим республике Саха-Якутия, я хочу поблагодарить за этот прекрасный проект, который у нас осуществился и продолжает сейчас действовать. Спасибо большое за комментарий. Ну, просто хочу добавить, что в связи с годом «Матери» сейчас создаются повсеместно центры помощи, да, и многодетным матерям, и содействие будет оказано в трудосуществе матерей с гибким графиком занятости, да, вот именно это касается уже и молодых матерей, да, и обеспечения условий для самозанятых матерей путем доступности вот дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет. И, конечно, вот организация еще профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения матерей, которые осуществляют уход за детьми. Есть вот такие вот мероприятия, такие планы в плане реализации года матери. То есть есть, да. Да, это все есть. И, конечно, сейчас будут установлены молодые, то есть установлен грант для молодых мам, которые воспитывают трех и более детей, имеющих вот детей и инвалидов, да, вот такие предложения вносили. Замечательно. То есть начинающим таким субъектом малого предпринимательства. Спасибо большое, Проско Петр. Мы сидим сегодня в студии передачи «Якутс». Сегодня очень радуемся вашим звонкам, вашей активности за то, что вы задаете вопросы. И надеемся, что наши ответы для вас кажутся актуальными и нужными на данном этапе. Говорили о том, что очень много мер поддержки, которые есть сейчас для семей, для многодетных семей, для молодых семей, и в том числе в рамках мероприятий «Года матери» будут приниматься еще новые меры поддержки семей в нашей республике. Давайте продолжим разговор о движении «Матери России», да, тех проектов, которые у вас есть, потому что, мне кажется, это наиболее интересно на данном этапе. Так, ну, я про проект, который называется «Здоровая мама, здоровый ребенок» уже сказала, да. Этот проект предусматривает организацию работы по таким направлениям. Это выезды узкопрофильных специалистов, медицинских врачей, то есть врачей в труднодоступные наши северные улусы. То есть мы организуем, подбираем группы специалистов и увозим их вот эти такие улусы. Вот за пять лет нами организовано 15 выездов в такие улусы, как вот Нижнеколымский, Верхнеколымский, Среднеколымский, Верхоянский, Абыйский, Момский, Усиянский и так далее. Да, вот эти 15 выездов. И осмотрено более 4700 мадерей и членов их семей, да. И второе направление — это организация приезда тоже ведущих таких специалистов, врачей из ведущих клиник Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск. И тоже это проведение консультаций для наших тяжело больных детей, которые находятся в республике, то есть которые находятся, лечатся в наших республиканских медицинских учреждений. Это для населения, для женщин абсолютно бесплатно. Бесплатно, бесплатно, да. Бесплатно. И вот этим проектом мы занимаем, ну работали уже 5 лет, да. И он будет продолжаться, да. И он будет продолжен и в этом году. Да. И, конечно, мы при поддержке наших партнеров, акционерной компании «Алроса», целевого фонда будущего поколения, осуществляем реализацию этого проекта. Мне говорят о том, что к нам поступил звонок в студию. Мы готовы услышать вопрос или предложение от наших радиослушателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно по-якушки? Да, конечно, конечно, задавайте вопрос. Хорошо. Говорит? Сейчас. Спасибо. Ведетий квадрат в 2 квадратных метр, повышенный. Это не значит, что в этом случае мы уже не будем делать. Они будут делать. Угу. 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 Ну, по пенсии... Да, Горного Луси, Магарат. А, Горного Луси. А, вы, Горного Луси, сегодня самые активные слушатели у нас в Горного Луси. Да. 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 Ну и с вашего позволения я передам вопрос лично главе села Магарас Владимиру Тикиянову для того, чтобы он все же уже более целенаправленно занялся его решением и дал консультацию. Хорошо. Да. 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 Это наш иммунитет. Иммунитет ребенка и будущего взрослого человека. И, конечно, мы этому вопросу, это вопрос у нас занимает самое такое важное место, потому что касается здоровья вообще человека и здоровья, значит, всего общества. И этим вопросом, конечно, должны заниматься мы, матери. Кому же еще. Кому же еще, да. Кому же еще, да. Само название нашей общественной организации говорит за это. Да. Но здесь вопрос стоит в том, да, как, конечно, этим занимаются и медицинские работники, да, специальные занимаются, этим вопросом занимаются и диетологи, да. Но мы общественники, в чем наша работа, да, заключается, да, мы должны пропагандировать и поддерживать. То есть мы из числа общественниц, это общественницы, которые не медицинские работники, а обыкновенные женщины, но изъявившие желание работать именно по этому вопросу, да, они занимаются, вот именно, участвуют в акциях различных, да, по пропаганде грудного скармливания, участвуют в торжественных выписках, говорят, да, говорят речи, да, и мы пропагандистов, их называем пропагандисты-общественницы, эти женщины, которые занимаются этим вопросом, вот мы, сейчас идет речь о них, и они ведут эту работу на местах. Мы уже первых 32 человека таких пропагандистов утвердили у себя на заседании рексовета, даже определили такие базовые УЛУСы, которые занимаются, где у нас это Амгинский УЛУС, в Заречной зоне УЛУСа и Верхневилюйский УЛУС, в Вилюйской группе УЛУСа, которые вот являются такими нашими базовыми УЛУСами по этой работе. Эти женщины-общественницы-пропагандисты ведут на местах работу с кормящими мамочками, поддерживают их, то есть они как бы являются связующим звеном между мамочками. Амбассадорами и медицинскими работниками, да. Ну вот такая вот общественная работа, но, конечно, это тоже такое новое, можно сказать, да, в этом движении. Новое, супернужное, и самое главное нужное, да. Мамочку надо поддерживать, потому что есть мамочки, которые и по объективным, и по субъективным причинам отказываются кормить грудным молоком. Здесь, конечно, причин много, есть по медицинским показаниям, ну, уже, конечно, речи быть не может, да, но есть просто из-за своей, скажем так, ленности, да. Поэтому их всегда нужно поддержать. Да, потому что их надо поддержать. И главное довести, довести, в чём вот суть этого эффекта и результата этого грудного вскармливания для малыша. Это его здоровье в будущем. Конечно, дети в младшем возрасте, они все болеют, хоть и они питались каким-то грудным молоком или искусственным молоком, они все одинаково болеют. Но вот этот иммунитет, он уже будет определён, уже во взрослом состоянии. И человек, который питался в детстве до года грудным молоком, он будет обладать природным таким хорошим иммунитетом. Сейчас вопрос иммунитета вот как раз стоит. На самом деле это же всё такое вот вместе связанное. Да, и, конечно, мы поэтому, люди, которые болеем за здоровье нашего населения, вот начало-начал, вот именно грудного вскармливания. Мне говорят, что нам снова поступил, уже, к сожалению, сорвался звонок, но можете нам перезвонить, да. Мне почему-то особо дорог этот проект, про который вы говорили, потому что, когда я немного сомневалась, честно, да, даже вот сама, как мама, да, я начала читать статьи. И почему-то в интернете вот пришла именно на ваш сайт, прочитала и утвердилась в своём понимании, что я должна продолжать грудное вскармливание. Поэтому я прямо сама даже от себя вас благодарю за ту работу, которую вы делаете. На самом деле у нас осталось не так много времени нашего эфира, он как-то очень быстро прошёл. Я хотела бы услышать, во-первых, как попасть женщинам на съезд, и как можно вступить в женское движение, в какое-либо, или в союз женских организаций, или в движение «Матери России», или, может быть, в какую-то другую организацию. То есть как это сделать? Расскажите, пожалуйста, как женщинам свои инициативы можно реализовать на местах. Ну, на самом деле, начнем с того, что как попасть... Ну, во-первых, делегаты съезда, они уже избраны, а квоты у нас уже утверждены организационным комитетом нашего 15-го съезда «Женщины Якутии». Поэтому делегаты уже на сегодня избраны. Но для тех, у кого очень такая жизненная, активная позиция, вы можете на мероприятия «Якутия.РФ» зарегистрироваться и онлайн, в режиме онлайн, принять участие в наших стратегических сессиях. Это очень важно, потому что, насколько я вперёд вам сказала, что у нас более 12 стратегических сессий. Спасибо большое. Мы будем завершать уже наш эфир. Проскопитронова, два слова от вас, пожалуйста. Вступить в наши ряды тоже очень просто. Пишем заявление о том, что желаете работать в рядах «Матерей России». Подписываемся на социальные сети. Да, подписывайтесь и вступайте. И мы будем рады всегда всем, кто желает быть в наших рядах. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за эфир. Было, на мой взгляд, очень полезно. До свидания.